добрый день всем здравствуйте думал не буду показывать но потом все-таки подумал давно токарочки не было аж со вчерашнего дня на канале значит продолжаем изготовление запчастей для самодельного трактора есть местные умельцы которые предпочитают построить трактор они купить его готовы но по всем понятным причинам значит где-то на металломе были найдена одна часть 2 запчасть и теперь их надо было состыковать без вас я уже вот сделал вытачку здесь здесь про . это муфта здесь конусная посадка да еще со шпонкой это оденется на сам двигатель с мотоблока ли с чего он там будет а это у нас фланчик жигулевские колеса граната да переднее колесо ступица ну вот теперь значит что у нас получается видимо мотор через вот эту муфточку будет соединяться со шрусом или еще там куда дальше не знаю ну в общем может быть ну что-то будет стоять может шкив какой-то еще не важно значит здесь мы сделали вот такую посадочку молотковую плотненько все заходит и потом это все обваривается мощным током и получается вот такая вот переходная муфточка двигателя на ну дальше на привод куда она там пойдет так это одна деталь дальше есть вот такая еще деталь вполне возможно что это будет как раз нет тут не будет стыковаться тут чем-то все занято чем неважно есть вот такая деталька предварительно она была сделана выточена но оказалось она длинноватая да кулибины это не инженер это не институт и они все это делают по месту была выточена втулка но она оказалась длинноватой то есть нам надо будет вы попытались шлифмашинкой обрезать потом поняли что это некрасиво в общем и сейчас ее срезаем а потом вот еще вот такая штучка с кардана есть да тоже жигулевский кардан у нас вот здесь надо будет проточить на какую-то глубину небольшую чтобы это зашло вовнутрь и тоже это все обварится ну вот сейчас вот это соединение мы с вами и сделаем в принципе ничего сложного но делать надо поехали чтобы я это ничего не забыл были предоставлены вот такое вот народное творчество называется чертеж вот мы сейчас вот эту штуку вилочку мы сделали уже но вернее я сделал но без вас показал и теперь предстоит вот это сделать укоротить до 30 миллиметров проточить чтоб состыковалась плотненько зашло потом это все обварится поехали он для начала укорочу эту втулочку у меня в кулачках есть маленькие вытачки куда замечательно становятся такие детальки поставил отрезной резечек замеряем общую высоту 46 миллиметров соответственно мне надо 30 сейчас касаемся 16 миллиметров подходим и отрезным резечком отрезаю у меня даже такое колечко еще останется ну вдруг пригодится итак отрезал такое колечко она нам еще пригодится может быть на этот трактор может еще куда-нибудь в общем не выкидываем на центральный склад фазочку внутри я снял рисун потому что видели она немножко не отцентровано гуляет что именно не отцентровано ли край вот этого диска или когда это все приваривали не лезут фазочку снял все красиво теперь остается проточить вот эта вещь чтобы это туда заходило ну и вот еще одно сочленение готово теперь она здесь опроварится в общем такая какая-то переходная муфта фланит такой узел всего это тоже готово ну и теперь осталось самый сложный узел надо вот этот вал вот тут вот такой вал надо состыковать его с вот этим фланцем у нас опять же есть чертеж техническое задание вот так это все выглядит вот эту сторону надо укоротить чтоб осталась ступенечка вот здесь 8 миллиметров а потом отступив от этих 8 миллиметров надо сделать суммарную высоту 35 миллиметров ну то есть грубо говоря обрезать вот эту ступенечку вот ну чё поехали торцуем режем еще и шпонка но это потом в итоге у меня получилось 8 с половиной а мне надо 8 нормально сейчас полмиллиметра еще торцаем ну а теперь надо оставить общую длину 35 миллиметров общая длина 50 чтобы получить 35 соответственно минус 15 как раз вот по ступенечкам ну а теперь осталось снять вот тут заусенчик резец ставить чтобы фасочку снять неохота делаем это все зенкером проблема в том что тут то есть спон пас не просто напильником или если шайбером снимать упремся а этой штука зубьев много нормально ну и так сам этот фланчик я обработал торцанул сделал в размер с фасочки сняли хорошо получилось теперь далее по чертежу вот он у нас получился теперь дальше по чертежу вот этот вал надо проточить чтобы на него оделся вот этот фланчик а потом еще и тут надо будет шпон пас сделать ну давайте сейчас хотя бы просто проточим а потом будем дальше смотреть но с этой проточки возникает сложность ну эта штука самодельная я ее уже как-то раньше делал и тут еще получилось все ее пытались варить и вот тут а вот ее шлифмашинкой торцанули обрезали подрезали ну то есть получается если я возьмусь вот тут кулачками этот конец у нас будет гулять сейчас попробую взяться аккуратненько выставить кончик чтобы он был без биения зацентруемся вытаскиваем и потом придется проточить это в центрах потому что за эту поверхность браться нельзя она вся гуляет ну так как то ну вот зажал обкатался ну с точностью там соточка да ну в тракторостроении в навесных агрегатах одна сотка я думаю более чем достаточно теперь центруемся а потом уже будем протачивать поверху для того чтобы зацентроваться нужно взять центровочку но центровочка у меня есть вот такого огромного диаметра 16-18 миллиметров стандартный обычный патрон она просто физически не влазит ребят и тут я совершенно случайно увидел на канале дед сири канал так и называется дед сири вот как он хвастался что приобрел новые резцы ой господи как он приобрел новый токарный патрон у себе он на токарный на фрезерный станок оставил ссылочку я посмотрел мне понравилось если этот на алиэкспрессе я посмотрел ну с алиэкспресса вы все знаете что ждать надо полтора или там чуть ли не два месяца да особенно когда инструмент он долго идет губнушки помады очки те быстро доходят а вот инструмент почему-то долго вот а потом я на яндекс маркете мной был обнаружен вот видите яндекс маркет был обнаружен точно такой же инструмент и я заказал его там он видать уже давно с китая пришел кто-то занимается оптовыми поставками да чуть чуть дороже чем на алиэкспрессе но все дело в том что буквально за 4 дня он уже был у меня а разница там 100 или 200 рублей всего нам все значит что я выписал выписал вот такой вот переходные конуса морзе 3 а это укороченные морзе 2 или как их все называют там т20 что ли не помню вот и непосредственно сам вот вот он патрончик у нас вот так вот все упаковано ох сколько пенопласта понадавали по-моему я ключ уронил так и вот такой вот огромный красивый патрон ребят во а эта посадка называется b22 то есть вот ну короче как то ну там опа и вот это вот наш большой патрон у меня на сколько он тут сейчас я гляну это вот большой патрон на 16 миллиметров а это патрон на 20 миллиметров зажимает детальки красота вот такая вот комбинация сейчас я это все крепко засажу насажу и будем протачивать с вами уже центровать вот этим новым патрончиком почему выбрал именно конус морзе 3 он подходит к моему новому фрезерному станку он подходит к маленькому токарному станку и через переходную втулочку подходит к моему большому токарному станку и так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...